Недуг, о котором пойдет речь в следующем материале, вылечить сложно. Лекарства против него не существует. А проблему поразило все страны мира. По приблизительным оценкам, число употребляющих наркотики превышает 200 миллионов человек. Но сколько их на самом деле подсчитать сложно. Самостоятельно за помощью обращается мизерный процент. Большинство подсаженных ни о чем, кроме поиска дозы, думать уже не может. Поэтому они одни из главных распространителей ВИЧ, СПИД, часто идут на преступления, умирают от передозировки. В Минске за последнее время удалось вдвое уменьшить число наркозависимых. Татьяна Ревизори продолжит непростую тему. Женю привезли несколько минут назад. Диагноз – острое отравление опятами. Простым языком – передозировка. Причем уже не первая в его жизни. На сей раз скорую вызвала мать. Ведь только сегодня мужчина покинул профильный стационар. Уже через пару часов выписку Женя отметил свежей дозой. В сей раз знакомых, они у меня угощили наркотиками, я не оказался. А зачем? Я в выпуск. Думал, что такое все значит. Иначе не закончилось. Мужчине – 31. Последние 17 прошли в Дурмане. Отсутствие семьи, работы, овдовесок, букет заболеваний. В числе которых ВИЧ и гепатит С. При возвращении в его обычную среду рецидивы неизбежны. И то, что он поступит к нам еще не один раз, в общем-то мы в этом не сомневаемся. Каждые сутки в Минскую больницу скорой помощи поступает от 3 до 5 пациентов с передозировкой наркотиками. Большинство мужчины – половина безработные. Возраст колеблется от 14 до 35 лет. Саше, к примеру, всего 21. Любителя солей накрыло возле подъезда. Там без сознания парень провел 36 часов. Затем 5 суток реанимации, 3 операции и месяц в больнице. Взял себе 0,3 хорошего товара, вроде проверенного. Это оказалось, как я делаю. Вместо одного там по формуле мужьяк мне сказали. Еле успели откачать. Я с врачом так поговорил, спросил, ну на сколько я примерно себе жизнь укорачивал. Спросил, на 10-15 лет он просто кашлянул. На 20-25 он кивнул голову. При этом медики не могут не отметить следующую тенденцию. Передозировок в столице становится меньше. Так, если в 2015 данную патологию зафиксировали 845 меньчан, то уже в 2016 количество пациентов уменьшилось до 619 человек. Правда, на общем фоне снижение наркотизации тяжелее комбинация веществ. А значит, эффект может быть в прямом смысле убойным. Возникает ситуация, что особенно вот у девочек очень тяжелые осложнения. Например, даже бывает, что и кровоизлияние в головной мозг может быть, там и нарушение ритма, и кардиотоксический эффект очень сильный наносит психоактивные вещества. Этот болотистый овраг очень плохо просматривается. Именно поэтому место стало популярным среди минских ценителей дурманов. Распространители здесь постоянно делают закладки. Причем располагаются тайники под деревом, под камнем и, конечно, в дупле. Именно поэтому почва изрыта изрядно. Наркоторговцы используют бесконтактный способ сбыта. С клиентами договариваются в интернете. После того, как деньги приходят на электронный кошелек и дают наводку. Со стороны это напоминает квест. Был инцидент, когда здесь находилось около 4-х человек. Они поодиночке ходили с мобильными телефонами. Отслеживали свои адреса, подходили к дереву, рылись. Это лично мы видели, так как мы отрабатывали данную территорию. Лес под Гатово. Вместе с оперативниками идем по координатам задержанного минера. Распространитель указал на три закладки. Одна из них, к счастью, оказалась нетронутой. Двойной пакет, оттянутый изолентой, отправится на экспертизу. Предположительно, это альфа-ПВП. Психотропное вещество. Только за два первых месяца нынешнего года по линии столичного наркоконтроля выявлено 243 преступления. Более половины из них связаны со сбытом психотропов. На сегодняшний день количество преступлений, если анализировать с аналогичным периодом прошлого года, снижено на 20%. В прошлом году одним из лидирующих преступлений, связанных с распространением наркотиков, являлось распространение наркотиков через сеть интернет, так называемые через закладки. Благодаря действиям сотрудников милиции было перекрыто значительное количество интернет-магазинов, где эти наркотики распространялось. Задержано, можно сказать, огромное количество лиц, которые занимались этим незаконным оборотом. Как раз на неделе столичный наркоконтроль отрабатывает места массового отдыха молодежи. В частности, оперативники работают со службы безопасности клуба. Охрана проходит инструктаж. А вот хозяин этой квартиры предпочитает уединенную обстановку. Говорит, скромно варил опии у себя на кухне. Здесь же радушно угощал друзей. Впрочем, рецепт коронного блюда гостеприимному кулинару придется позабыть. Ко мне приходили друзья, ну, говорится, принимали. Все аккуратно. Ну, смывал, сливал. Ворвались сотрудники милиции, ОМОНа. Завели головное дело по 3-2-8 части первой. Статья 328. Ее первую часть наизусть знает и Костя. Парень сейчас на химии. В его случае ограничение свободы продлится 3 года. Про такой побочный эффект с пальца не рассказывали. О пристрастии сына узнала мать. Однако достучаться через разговоры не получилось. Потом она, ну, уже совсем не знала, как поступить. И занесла все в милицию. Ну, как-то сначала, ну, даже неверилась немножко. Потом, как сюда заехал, ну, привыкал, наверное, месяц. Понятное дело, сам виноват. Вот. Мог бы сейчас, ну, быть на свободе, работать, там, заводить семью. Из-за наркотиков я потеряла все, в принципе, в своей жизни. Меня забрали двое детей. У меня умер муж, тоже наркомат. Заработала всевозможные сокусывающие заболевания. Вещь, гепатит, санцепатию головного мозга. И мне чуть днем потирали ногу. Честно говоря, ну, я не верила в то, что можно что-то изменить в этой жизни. Поверить было непросто. Алкоголь с 12 лет. Первая инъекция в 14. Сейчас Даше 29. Позади 6 месяцев реабилитации. Затем социальная адаптация. Центр, где помогают таким, как она. Девушка приходит и сегодня. Правда, уже в качестве волонтера. На мой взгляд, ну, должна нестись информация о том, что... Ну, есть люди, у которых получилось. И они могут этим делиться. И вот эта ценность помощи одного зависимого другому, ну, для меня, она ничем не сравнена. Сегодня на учете состоят более 5,5 тысяч человек. Несколько лет назад таких пациентов было в полтора раза больше. Ситуация стабилизировалась, однако проблема по-прежнему острая. Ведь если отравление можно купировать антидотом, то для борьбы с самой зависимостью одного противоядия явно недостаточно. А на неделе в этом убедились Татьяна Ревизоря и Алексей Юнош. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова